Вот это я понимаю вкуснятина. Вот это огонь во всех смыслах слова. Супер напиток получился. Я вас приветствую, господа товарищи винокуры. Сегодня будем делать вискарик. В общем, недавно, буквально, наверное, ну с месяц назад, я перегонял вискарик по красной схеме. И получается, что он получился достаточно жирный такой, хороший. Но при разбавлении он помутнел. Вот месяц он простоял. Чуть-чуть посветлел, да, чуть-чуть, но не до конца. В общем, сейчас будем исправлять. Вот они, две баночки. Это чисто односолодовый. Вот эта банка была вообще чуть ли не как молоко помутнела. Вот эта более-менее еще такая светлая. Перегонял, естественно, два перегона на прямоточнике. Я их перегонял. Закрыта такой крышкой просто потому, что другой не было. Все, это ничего не значит, эта крышка. Ну-ка, сейчас понюхаем. О, аромат просто. Какой аромат. Выше всяческих просто похвал. Обалденный. Яркий, насыщенный. Прям жирный-жирный такой вот. Обалденный. Мне очень нравится. Но муть не проходит. Каким образом сейчас я буду исправлять? Вот эти две банки выливаю в куб. Куб чистейший. Промыл весь его. Все, чтобы никаких запахов, ничего там не было. Это куб от аппарата Винь-6. И вот аппарат Винь-6 я достал. Двух дюймовый. Сейчас выливаю две банки вот эти в куб. Разбавляю водой чистой, хорошей. Где-то примерно до 10-11% спирта. И перегоняю до нуля. В общем, как мы делаем вот мацераты, как мы делаем дистилляцию ректификата. Ну вот такой вот способ. И получается, что я его перегоню и уже до пятейной крепости разбавлять уже не буду. Он у меня уже будет в банке готовый, разбавленный. Разбавится он там вот в кастрюле во время перегона. Все это смешается. И до пятейной крепости беру. Это практически будет где-то до 98 градусов в кубе. Все, дистиллят разбавил. Теперь остается собрать аппарат в режиме простейшего прямотока. Поставлю одну сеточку медную. Не помешает. Аппарат собрал, запустил уже в работу. Поставил на нагрев. По сборке все очень просто. Поставил диоптер. В диоптер поставил один медный пыш. Пусть будет, он не помешает. Далее идет медная царга полуметровая. Далее идет шея лебединая. Далее поворот. И холодильничек. Почему именно такой вариант? Ну, потому что мне просто так удобно. Вот и все. Обычный прямоточник. Все, ничего сложного. В данный момент у меня работает индукционная плита на полную мощность. На 3,5 киловатта. Вот, 7 минут уже, как включена плита. 3,5 киловатта. Буквально 50 миллилитров голов отберем. И дальше будем уже отбирать ароматное тело. Как я и сказал ранее, до Пятейной крепости где-то 42-45. В общем, будет стоять банка. И когда в банке будет 42-45, это примерно где-то 98 в кубе. Тогда мы закончим отбор. И таким образом нам уже разбавлять не нужно будет дистиллят. Он у нас уже будет готовый. Он будет, в принципе, достаточно чистый даже для употребления в белом виде. Буквально для успокоения души 50 грамм в качестве голов я отобрал. А сейчас идет отбор. Тело уже пошел. Вот такая вот струя. Аромат просто бомбический. Просто выше всяческих похвал. Никакую я не буду ни на щепу, ни ставить, ничего. Это будет употребляться в белом виде. Просто обалденный аромат. Так. Ну, вот здесь вот эти точки контроля температур. В данный момент они не нужны. Просто здесь они стоят, чтобы дырки заткнуть, ребят. Здесь нам никакой контроль температуры не нужен. Как говорится, все идет по плану. Дела идут. Контора пишет. Решил я поставить попугайчик. И 0,40 туда поставил ариометр. Ну, естественно, он пока что утонул. Так, сколько там у меня уже отобрано? Наверное, литра два в данный момент. И сколько там? Почти 90. Почти 90 в кубе. Чудесно. Работаем дальше. Ну, аромат такой, конечно, блин. Вот хоть сейчас прям наливай в тарелку и ложкой ешь. Больше... Больше пяти литров уже отобрал. А еще даже не всплыл. Ариометр. Вот он. Все, там нормалек. Так, в кубе 94,6. Блин, индукцион шумит, конечно. Я вот здесь на кухне. Получается, я и самогоночку гоню, и кушать готовлю. Индукцион шумит, уже башка от нее болит нафиг. Конечно, вот это минус индукционок. Вот эта шумность. Надо было на тене ставить. Ну, да бог с ним. Сейчас пробовал на запах. Вот реально. Вот реально хоть в тарелку наливай и ложкой ешь. До того приятный аромат. Обалденный. Очень мне нравится. Ну, вот и все сказал мудрец и в воду канул. Пришло время отключаться. Пришло время отключаться. Пришло время вырубаться. Так. Опачки. Сейчас будем дегустировать. Что у нас получилось. Так, ребят. А вы видели, я там немного не добрал. Ну, где-то я на десятке в струе отключился. И сейчас замерил. Получилось у меня где-то 50. Ну, 53, наверное. Вот так, примерно. 52-53. Ну, если корректировочку там сделать. Ну, в общем, полтинник. До полтинника округлим. Почему я так сделал до 50? Меня заинтересовала такая тема. Что я тут пока осуществлял перегон. Видос там посмотрел один. Парень говорит, что вот в таком варианте крепость делает 50. И получается просто неимоверно мягкий. Ну, я думаю, дай-ка я тоже остановлю. Вот. И попробуем, какой он получился по мягкости. По аромату чудесный. Ну, конечно, вот в таком варианте, когда делаем уже перегон, конечно, не обязательно даже ему отдыхать уже. Его прям можно уже употреблять. Вообще совершенно без проблем. Не надо как вот мы на отдых. Все, можно прям сразу. Хлебай, сынки. Ханку. Как в фильме. Все, давайте сейчас попробуем. А то уже мне прям не терпится пробу снять. Ну, что ж, братцы. Будем пробовать. В принципе, если даже получится жестковат, все-таки 50 градусов, да? Ничего страшного. Его можно разбавить, он не помутнеет. Сейчас в глинкер нальем. Ох ты. Вот это аромат. Вот это я понимаю. Блин. Просто песня души. Да, вот оставлю я его в белую пить. Без всяких кубиков. В бочку лить. Ну, бочки у меня и нет. И в бочку лить его 50-градусные я не хочу. Вот. Класс. Аромат великолепный. Вот это напиток, я понимаю, да? Классный. Все-таки солод есть солод. Тут и нечего сказать. Да, ребят, я там ссылочки оставлю в описании. Будете, если приобретать двухдюймовую колонну ВИН-6 по моему промокоду Витальсон, большие латинские буквы вам скидочку сделают. И также на автоклавы. От компании ВИН. Вот. Тоже скидочку по промокоду. В общем, ссылки оставлю, посмотрите. Класс. Вот нюхать из глинкерна удобно. Пить неудобно. А вот нюхать раскрывается аромат в нем просто. Вот сейчас вот так сделаем еще. Смотрите. Не, пахнет великолепно. Так. Где мой тут губастый стакан? Сейчас мы в него нальем для того, чтобы продегустировать. Вот. Вот из губастого стакана не такой запах. Он не передает так аромат. Вот вообще, как небо и земля. Так что всем советую купить глинкерна обязательно. Хотя бы один. Как небо и земля разница. Ну, попробуем на зубок. Кстати, спирт вот в аромате вот 50, а спирт вообще не чувствуется. Пробуем. Я на всякий случай яблочко приготовил, потому что вдруг сильно жесткий будет. Бог его знает. Пробуем. Ребята, вкус во! Сбалансированный аромат вместе со вкусом. 50, даже там с небольшим, может, 51. Вообще огонь. Не закусывать не надо. Мягкий, супер приятный вкус. Такой напиток. сидеть и смаковать. Что там у меня? Сейчас. Да, ребят, конечно, человек был прав, что 50 градусов опьется просто идеально. горит как. А можно не закусывать. Вот это, я понимаю, напиток. Вот это напиток, да. Вот это, я понимаю, вкуснятина. Вот это огонь. Во всех смыслах слова. Супер напиток получился. Он как горит. Так, ну да ладно. В принципе, даже вот такой вариант перегона, ну, в моем варианте, да, он у меня там помутнел там и все такое прочее. Но вот такой вариант перегона, даже с хорошим, нью-мейком, с немутным, он имеет место быть. Потому что реально, вот реально, 50 градусов наимягчейший просто. Я прям удивлен. Сейчас постоит, он, прям ножки видно, жирность. Сейчас постоит глинкерн и вот это, остаточное в нем. У меня крышечка еще есть, но я не взял. Так, крышечкой закрываешь, там она в зале. И вот потом нюхаешь, после того, как вот стакан выпил или вылил там. просто идеально. Вдыхал бы и вдыхал. А вот здесь уже не то. Ну, повторим. Я удивлен. Честно, я удивлен. Такая мягкость в напитке. Такая мягкость, такая питкость при таких градусах. Это что-то с чем-то. Ребята, обязательно попробуйте такое сделать. Это непередаваемое ощущение. Все, друзья мои, всем пока, до новых встреч. Ни голов, ни хвостов, всем вкусных напитков. Быть добро. мягкость. 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 Мягкость.